К известному афоризму, у России есть только два союзника, армия и флот, сегодня можно смело добавить еще и сельское хозяйство. Ведь если первые обеспечивают незыблемость границ и безопасность страны, то агрокомплекс обеспечивает сегодня безопасность продовольственную. И очень символично, что впервые всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит именно здесь, в парке Минобороны «Патриот» в Подмосковье. Это главная сельскохозяйственная выставка страны. Для вас не секрет, что два года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции. И несмотря на эти глобальные вызовы, эти глобальные риски, несмотря на то, что в этом году Российская Федерация столкнулась еще и с масштабными проблемами, связанными с неблагоприятными метеоусловиями, с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики. Ежегодно мы ищем на выставке что-то новое, какие-то изюминки. Но главная изюминка этого года – это то, что представители предприятий, почетные гости, сотни журналистов смогли собраться очно. В прошлом году пандемия не позволила этого сделать, и выставка прошла в режиме онлайн. К слову, о безопасности. Чтобы попасть в Парк Патриот на золотую осень, нужно было иметь при себе QR-код о проведении вакцинации от ковида или QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. «Наше брянское родное» – этот слоган еще издалека виден гостям выставки. И действительно, аграрная промышленность последних лет в Брянской области направлена на создание своих брендов, которые успешно развиваются и становятся известны на всю страну и за ее пределами. «Уна Гранда», «Жуковское молоко», «Брянский гормолзавод», «Сыр Стародубский», «Консерв Сушпрот» представлены брянские мясоперерабатывающие и хлебопекарные производства. Это ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности страны и постоянные участники и призеры «Золотой осени». К слову, только за первый день выставки брянские предприятия получили 56 медалей, 43 из них – золотые. В центре экспозиции результаты работы растениевоческой отрасли. Успехи и настоящие прорывы наших аграриев оценивают вместе с губернатором, зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его первый зам Джамбулат Хатуов. «Мы же в этом году посеяли озимовую рапсу 70 тысяч литров. Да, кстати, растет масличка, меняется структура. Рапс освоен технологически с самыми высокими результатами России. Сегодня Брянская область совершила прорыв в производстве рапса. Мы по этому году из 2-6 миллионов тонн, которые производятся в России, в 200 тысяч производятся в Абрянскую область. Другой там 9% – это 8 в Абрянскую область. Та культура, которая еще буквально 4-5 лет назад, если взять лет 7, то там всего в Абрянцеву первую выращивали 260 тонн. Мы были на тех первых семинарах. 260 тонн и 200 тысяч тонн. То есть возьмите вы там где-то 8 лет и рост в тысячи раз. Но это же, понимаете, это же большой кропотливый труд. Коснулась Виктория Абрамченко и фиксированных цен на минеральные удобрения. В ближайшее время пообещала вице-премьер. Эта тема будет решена для регионов. Уже на официальном открытии, говоря о рекордах, вице-премьер отметила. В этом году Аграриев на прочность проверяет погода. Но несмотря на это, глава Брянского региона отмечает. Планируется собрать не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна, 1 миллиона 200 тысяч тонн картофеля, 200 тысяч тонн рапса. Год был сложный, непростой. Год, как говорят старожилы, которые отработали по 60 и более лет в сельском хозяйстве, для Брянской области, там был, наверное, самый тяжелый год для сельского хозяйства. Затяжная дождливая весна, дождливая весна, засушливое лето. И вот сегодня, да и когда убирали мы зерновые, сегодня, когда убираем мы овощи, убираем ту же сою, тот же подсолнечник, то есть нужно убирать кукурузу. Мы буквально совсем недавно, там, с 17 сентября, две недели у нас шли дожди, и выпало почти там более двухслойных месячных норм, осадков. Но, тем не менее, на сегодня, в протяжении вот этих предыдущих недели, все в поле, все готовят почву, наши сельхозпроизводители сеют еще не ушли сроки, ну и, конечно же, убирают овощи. И я надеюсь и уверен в том, что, имея те возможности, трактора, наши комбайны, технику, которая есть сегодня в области, и самое важное, что кадры у нас есть, и техника, и люди, и опыт, и желание работать. И если по воду позволить, я уверен, что мы позволили, то мы последние эти работы мы завершим и достойно закончим год. Сегодня, если мы возьмем уже оперативные данные, то, что мы видим, то мы, по крайней мере, мы должны сохранить темпы, которые были в прошлом году, и по производству зерновых, и по производству картофеля. Если взять теоретические культуры, вот это подсолнечник, рапс, соя, то мы увеличим где-то, в два раза. Если в прошлом году у нас будет 150, в этом году будет порядка 300 тысяч домов. И здесь секрет успеха, развитие технологий и научный подход. На Брянщине организована уникальная научная площадка, ставшая лучшей в стране. Брянский государственный аграрный университет. Недавно он вошел в топ-10 вузов Минсельхоза. Есть будущее, которое заложено в науке, заложено в наших аграрных университетах. И развивать аграрную науку является одним из наших ключевых приоритетов. Мы должны заниматься отечественными селекцией и генетикой, которые основаны на прорывных геномных и постгеномных технологиях. На главном аграрном событии года представители брянской делегации. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, его зам Виталий Беляй, председатель промышленного комитета областной думы Сергей Антошин, заместители губернатора, депутаты Госдумы от Брянской области. Здесь концентрирована вся продукция АПК и промышленного, конечно, комплекса Брянской области, представлена в виде товаров. Нам не только есть что показать, но есть чем похвастаться. Это абсолютно точно. Я буду очень рад, если вместе с нами этим будут гордиться жители Брянской области. Не только показать лучшее на выставке, а в первую очередь сделать доступным для людей. Депутат Госдумы Николай Алексеенко отметил, что знаком с каждым из представленных производств, а осматривая стенд с овощами и фруктами, вспомнил, как лично ходил на брянские рынки и закупал так называемый борщевой набор. Пробовал эту продукцию и не раз, и покупаю из семей. Могу сказать, что выгодно, отличается от большинства, а может даже от многих, даже импортных товаров, которые присутствуют в наших сетях. На выставке и представители растениевоческой отрасли Добронравов, Агромеленский, Картофель, Осель, Хозник, Брянский сад. В отдельном павильоне одни из лидеров мясного скотоводства и производства свинины «Мираторг». Отдельная гордость – зерноуборочные комбайны производства «Брянск Сельмаш». Комбайн сегодня востребован. Свою нишу нашел он. Да, нашли, мы как говорили, что это комбайн, который… Цена-качество соотношения. Да, да, вот этот комбайн, который на сегодняшний день представлен Росельмашем в этом году двухбарабанным, мы уже выпускаем, как уже, 10 лет, 10 лет двухбарабанную модель, обмолоты, которые сегодня составляют конкуренцию, и цена его соотношения к Росельмашем составляет где-то 45% дешевле. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» традиционно проходит в преддверии Дня работника сельского хозяйства. Неоценимый вклад тружеников села отметил глава региона Александр Богомас. Хочу сказать огромное благодарность всем, кто сегодня работает в сельском хозяйстве. Это действительно проделан большой-большой труд. Сегодня у нас уже сложилось и коллективы, и люди, и руководители, и наши работники, кто работает, действительно высокопрофессиональные коллективы, высокопрофессиональные люди. Люди знают сегодня, что делать, как делать, и как правильно, и куда идти, и как добиваться успеха. Я думаю, что то, что мы сегодня наработали, мы и дальше будем только развивать, и двигаться вперед. В рамках главного аграрного события года руководители сельхозпредприятий, главы регионов, эксперты обсудили актуальные вопросы АПК, обменялись опытом в растениеводстве, животноводстве, сельхозмашиностроении. А губернатор Александр Богомаз пригласил посетить наш регион зампредседателя правительства Викторию Абрамченко. Андрей Мамушин, Александр Власов, Алексей Рязанцев. События. Московская область.